популярная украинская телеведущая автор собственного канала курбанова life на youtube на ютюбе алена курбанова который на самом деле к нам уже присоединяется поэтому с огромнейшим удовольствием говорю алене добрый вечер добрый вечер алена и огромное спасибо что согласились вновь с нами пообщаться добрый вечер спасибо большое за приглашение для меня это действительно и большая честь и удовольствие быть у вас в гостях спасибо 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 за комплимент хотелось бы конечно же начать наш утренний разговор с чего-то ну скажем так будничного да вот чего такого веселого ободряющего позитивного но вот честно говоря я не знаю насколько сегодня ободряющим позитивным является являются вечера да сегодня сейчас у вас вечер вечера в киеве вот как сегодня живут ну в частности киевляне чем они чем они живут чем они дышат о чем говорят не не хочется говорить как тут каких-то глобальных таких проблемах а вот повседневной бытовой жизни но к сожалению во время войны темы как вы подчеркнули они действительно бытовые город практически каждый тыловой город условно разделяя между фронтом и тылом они живут они продолжают ходить на работу дети пошли в школу с 1 сентября все укрытия где можно было сделать сделаны здесь пошли в детские садики родители пошли на работу у нас работает абсолютно все поэтому я бы сказала так что днем до поздней ночи абсолютно все наверное даже для многих иностранцев абсолютно не выдает то что там киев еще чуть больше чем год назад был абсолютно перед реальной опасностью захвата единственное что скажу что ночи наши действительно немножко отличаются но здесь тоже не без иронии потому что еще в мае российская федерация российские войска обстреливали киев каждый день каждую ночь они что-то по нам запускали поэтому в три часа ночи практически все киевляне оказывались кто в бомбоубежище кто в укрытии кто как я между своих двух несущих стен сейчас после того как силы обороны нас он наносят высокоточные потрясающие профессиональные удары по российской авиации по их аэродромом самолетики россиянам пришлось отодвинуть куда дальше от нашей границы поэтому летят они к нам с дальних аэродромов и мы радуемся потому что теперь мы спим до пяти утра я уверена что многим не понять как это вы там вставали в 3 теперь 5 это радость да это радость поверьте потому что мы еще бодрее и более выспанно идем на работу чтобы дальше продолжать свою борьбу спасибо спасибо огромное алена к нам присоединяется мой коллега александр герсон саша привет доброе утро привет денис добро утро всем ален добрый вечер я очень рада вас тебя видеть у нас гостяк как скажешь так я чтобы я фамильярно не казалось потому что мы общаемся уже много текстами сегодня это так стало популярно я уже не представляю себе другого общения человеческого мне кажется это не очень правильно но многие это очень любят даже спрашивают а можно ли вам позвонить и пишут текст а когда получают разрешение начинает сообщение очень рада тебе сегодня очень я конечно денис говорил про спокойные вечера до в киеве чтобы они такие были в киеве во всех других городах мира но сегодня утром я когда открою новостную ленту я увидела удары по севастополь и я хотела тебя спросить вас тебя что же как как что сегодня вот ты могла бы нам про это рассказать потому что все таки мы далеко александр конечно на на ты не не нужно ничего придумывать я вам расскажу я не знаю во что верите вы во что верят зрители зрители вашего youtube канала слушатели вашего радио но это был всего-навсего бумеранг просто когда ты его запускаешь и тебе кажется что кто-то слабый немощный его можно прийти захватить что-то с ним делать то нужно быть готовым к тому что тебе придет обязательно сдача и вот сегодня в том числе эта сдача конечно же прилетела по севастополю я напомню что россияне очень гордо называют этот город российской славы так вот мы увидели что это за слава без системы противовоздушной обороны без того чтобы защищать свои драгоценные корабли насколько нам известно спутниковые снимки показывают что поражение получил один из десантных кораблей я напомню что десантные корабли долгие долгие месяцы кружили вокруг одессы все мечтали они высадиться на на нашем берегу но не получилось то и еще подводная лодка получила ранения притом заметьте как бьют россияне и как бьет вооруженные силы украины они наносят удары по нашим рынкам в то время когда там много людей они наносят удары по домам культуры там где собираются люди они ударяют по торговым центрам и по гостиницам там где не находится украинская армия там где нет ни одного военного что делают силы обороны украинской армии это исключительно военные объекты сегодня черноморский флот каждый корабль черноморского флота является абсолютно законной целью вот собственно сегодня туда и прилетела ответка от украины спасибо алена и еще я когда смотрела новостную ленту и читала и то что кроме того что произошло в севастополе сегодня по моему путин встречается с кемченером если я не ошибаюсь или уже встретился по вашему времени что это стоит точки зрения за встреча кому она нужна то есть нам понятно но тем не менее точки зрения алены кубанова что это такое что за это спектакль очередной для чего это тут два очень важных фактора значит во первых для российского потребителя для зрителей пропагандистских центральных телеканалов по-прежнему нужно показывать что военный преступник путин как будто бы является на сегодняшний день великим геостротегом то что он не находится в изоляции что он на самом деле рукопожатный ему нужно с кем-то встречаться по сути если вы посмотрите на больших лидеров не знаю мы себе можем на сегодняшний день представить премьер-министра джастина трюдо который едет в россию да ну нет конечно да канадские санкции абсолютное осуждение этой войны и конечно же канада на сегодняшний день как и весь цивилизованный мир находится на стороне украины тем не менее путину нужна картинка нужны встречи вот есть значит ким чен ин который конечно же как пионер того движения в котором оказался сегодня Путин давным-давно в изоляции, давным-давно маргинализирован, как и маргинализирована вся его страна. Ну, собственно, встретились равные. Это одна история. Вторая, более неприятная для Украины, это то, что, конечно же, Путин ищет для своей армии, для своего преступного войска, артиллерию, боеприпасы, оружие. Оружие, которое не способно на сегодняшний день в нужном количестве производить военно-промышленный комплекс российский, снаряды, которые заканчиваются. Поэтому, конечно же, он просит у того, у кого есть старые советские запасы, ну и плюс какие-никакие там свои производственные мощности. Вот, собственно, все, что он от него просит. Оружие. Весь мир отказывает в этом Путину. Весь мир, конечно же, накладывает на него только санкции. Ну и Россия на сегодняшний день показывает неспособность самостоятельно, без западной помощи, западных микрочипов, элементов, собирать в большом количестве что-то свое. Вот все. То есть он поехал, знаете, как у вас же там живет большая украинская диаспора, она должна знать, что такое калядки. Вот он поехал калядовать. Вот и все. Алена, еще один вопрос хочу. Спасибо. Скажи, пожалуйста, я никогда этот вопрос тебе не задавала, поскольку мы мало общались, к сожалению. Вот начало войны, и когда все это случилось, официальная версия России, борьба с нацизмом на Украине, спасение всех от нацизма, включая еврейский народ. А сейчас Путин развлекается на еврейской теме. То есть он рассказывает, что Зеленский позор еврейского народа, что ему его друзья сказали по секрету, друзья евреи. Он говорит о том, что западные кураторы поставили Зеленского быть президентом Украины для того, чтобы скрыть антисемитскую сущность Украины. Вот ты сейчас сказала, что у нас живет большая украинская диаспора здесь в Канаде. Да, у нас еще и большая еврейская диаспора, и поэтому нам невероятно интересно, как Украина оценивает подобную еврейскую тему из уст Путина, что это такое и для чего это сегодня. Особенно это он уже обозвал Чубайса, там Маша Израилевича, бог знает чего. Чего-то он туда пошел, так вдруг, ни с того ни с сего. Ну давайте на сегодняшний день я скажу, что уже в Умане находится порядка 11 тысяч хасидов. Вы знаете, что в сентябре всегда проходит, они отмечают очень важный свой праздник, поэтому несмотря на войну, несмотря на то, что Украина пыталась как-то взывать и государство Израиль к тому, что, ну смотрите, это же вопрос безопасности. Может вы не будете ехать, потому что Умань тоже обстрелилась. 11 тысяч хасидов сейчас в Украине, правда? Ну вот если мы нацисты и против евреев, так что же, мы, получается, каннибалы, которые получили бифштекст, что-то не сходится. Дальше у нас история с тем, что главный нарратив, один из главных центральной российской пропаганды, это то, что Украина нацистское государство. Откуда это берется, какие доказательства, факты, что такое нацизм в представлении России. Никак они говорят, они просто маркируют нас нацистами. Окей, хорошо, допустим, вот они это приняли как константу. А дальше не клеится, потому что наш президент действительно этнический еврей. Более того, нужно отметить, что Владимир Зеленский никогда не кичился этим. Это не было его какой-то стратегией развития. Он никогда не говорил, кто он, какое его происхождение. Он всегда просто говорил, я украинец, все. И никогда эта тема в Украине не педалировалась. Да, поэтому не сходится картинка. То есть нацисты, у которых еврей-президент. Такого не бывает. Такое невозможно представить себе. На сегодняшний день новопризначенный министр обороны, крымский татарин. Так что, что такое получается? Что ж это за нацисты, которые настолько этнически разных украинцев пускают во власть? Поэтому мне кажется, что и тут свои точки над ей мог бы расставить еще и главный раввин Украины. Потому что это человек, который бесконечно находится на фронте. Он помогает вооруженным силам Украины. Он знает, какая ситуация в Украине. Он знает, как относится к евреям, к любым другим представителям народности, национальности, этнос. Это же не вопрос только евреев. Поэтому это исключительно капкан, в который Путин сам себя загнал. Ну и вот пытается выбраться. И для нас, конечно, интересно, что же скажет на этот счет как раз государство Израиль. Я хочу напомнить, что еще в начале полномасштабного вторжения и министр иностранных дел Сергей Лавров не договорился чуть ли до того, что и Гитлер был евреем. Ну то есть это нужно понимать, насколько искремленная реальность, где они могут объяснить для своих. Не для нас с вами, не для жителей Украины, Канады, Франции. Только для россиян. Вот он нацизм и вот его лидер. Хотя для нас с вами очевидно, что оно все не клеится. Кстати говоря, Маше Асман был не раз гостем наших эфиров. И именно с фронтовой линии, когда мы с ним разговаривали или рядом с ней, он выходил буквально в эфир, вот в обводировании. И все, что ты говоришь, это действительно имеет место быть. Мы это сами видели отсюда из Канады. Спасибо, Алена. Денис. Спасибо, Алена. Алена, я просто хочу еще раз, лишний раз напомнить для всех тех, кто к нам сейчас присоединяется с нами на связи. Популярная украинская телеведущая, автор канала Курбанова Live на YouTube, Алена Курбанова. И, Алена, у нас с вашего позволения есть телефонный звонок, если вы не будете возражать. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Good morning, Денис. Good morning, Александра. Доброе утро, Лена. It's well. Очень рад вас слышать на радио эфира. Лена, вопрос такой. Недавно президент Ленский был на Фарид Закаре GPS. И вот он начал объяснять, мне кажется, не до конца объяснил, что Украина воюет не только за Европу, а, наверное, за всю человечество. И вот что если война каким-то образом прекратится, вот боевые действия прекратятся, то Путин и его Пу, я не люблю называть полное имя, вот если вы знаете английский язык, то вы поймете меня. Вот это Литл Пу и его команда. Они найдут еще кого-то. Молдова, кто-то. На Донецкую республику нападут. Понимаете? И не кажется ли вам, что вот люди вашего уровня и влияния, потому что вы фронтлайн, и без системы у вас очень серьезная аудитория, и не кажется ли вам, что вот те люди, которые имеют влияние, Марк Фегин, Ю, Аристович, Яковленина, Сергей Жирнов, что вам нужно объяснять больше и больше и больше, что Украина воюет за всех. И, по крайней мере, ну, не хотите выражать так оружие, хотя бы представляете, в полной мере вот все, что нам надо, медленно это продвигается, это все вроде медленно происходит. Вот как бы вы могли с нами поделиться на эту тему, если вам не сложно. Спасибо. 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 Спасибо большое. Я только единственное, что если я правильно услышала, то было сказано о том, что Путин нападет на Донецкую республику. И вот я чуть-чуть внесла бы коррективы. Не существует никакой Донецкой республики. Донецк – это Украина, это оккупированная территория с 2014 года, поэтому Путин уже это сделал. Мне очень понравилось, когда ваш слушатель говорит о том, что ему не нравится называть полное имя. У нас в сегодняшних мемах, в связи с тем, что встречается Ким Чин Ын с Путиным, значит, есть такое прозвище у Путина, в основном в российских соцсетях, к нему оппозиционно настроенных, его называют Пыня. Поэтому все шутят над тем того, что Пыня встретился с Иней. Вот так это приблизительно выглядит. Понимаете, какая история? С одной стороны, наши дипломаты, наши политики, которые имеют возможность выходить к западным медиа, общаться с дипломатами, со своими коллегами, они это все прорабатывают. Конечно, это одна из главных мыслей, которую очень, кстати, хорошо ощущают страны, которые граничат с Украиной. Это ощущает Польша, потому что не так давно с ними на границе находились преступники, представители частной военной компании «Вагнер». Ну вот они усилили свою границу, потому что они понимают, что отбитые на голову наемники могут совершить что угодно. Это ощущают страны Балтии, потому что они граничат с Белоруссией, они граничат с Российской Федерацией. Они прекрасно видели, прекрасно помнят, как 24 февраля легко перешли нашу границу. Так что стоит перейти границу к ним. То есть те, кто к нам ближе, ощущают это своей кожей. Очень много волонтеров, самая большая помощь, она как раз приходит к нам из этих стран. Если мы не берем, например, Америку, Эстония на первом месте по количеству наданной нам помощи на уровень ВВП, на душу населения. То есть это несопоставимые величины Эстония и Америка, тем не менее у них самый большой показатель. Дальше, благодаря таким площадкам, как ваше радио, все-таки это канадская аудитория, это люди, которые здесь проживают, которые здесь голосуют, которые здесь формируют какое-то свое мнение, мы это можем делать. В остальном, конечно же, мы как блогеры, мы как журналисты, мы замкнуты несколько в своем информационном пространстве. Я не могу влиять на американскую аудиторию или немецкую, разве что через способы общения, через средства массовой информации, через какие-то приглашения. Ну и, конечно, во многом должна работать просто украинская диаспора. На сегодняшний день даже не диаспора, диаспора это те, кто сознательно, по своему желанию оказались за границей. Ну и наши беженцы, да, мы всегда их призываем быть очень активными. Я знаю, что миллионы людей, которые оказались за границей, главное, основное их желание вернуться домой. Нет ничего слаще, чем это слово «дом». Поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы продолжались акции протеста, чтобы они призывали правительства тех стран, в которых они находятся, все больше и больше нам помогать, все больше и больше нас поддерживать, не давать возможности градусу внимания падать к нашей теме. Вот только так мы сможем все время обращать внимание на себя. Давайте скажем правду, что, да, с нас все началось, и мы держим этот фронт. Но пока российская армия не дошла, конечно же, она не дойдет до Оттавы, да, но пока она не дойдет до Оттавы, значит, жители Канады не поймут, что это такое. Пока российский солдат или ЧВКшники не окажутся в Берлине, не знаю, в Мадриде, они тоже этого не поймут. Они не знают, как это хоронить несколько месячного ребенка. Они не знают, как это, когда ракета прилетает в одесский дом, и в квартире гибнет три поколения. То есть определенного поколения больше не будет никогда. Они не понимают, что такое, когда солдаты просто не успевают хоронить своих близких друзей. Да, и это вечная трагедия. Вот у нас начинается утро, всегда наш эфир с минуты молчания. Я открываю историю солдата, которую должна рассказать наша аудитория. И когда я вижу, что это солдат, которому 22 года, а мне 34, я понимаю, что я уже прожила больше, чем он. Я уже видела больше, чем он, а он больше никогда не увидит. Я понимаю, чувствую это кожей. Поэтому, конечно же, вот такие коммуникации должны происходить. Но, с другой стороны, мы понимаем, что всегда своя рубашка исключительно ближе к телу. И во многом часто нас не до конца понимают. Нам предлагают компромиссы, нам предлагают поделиться территориями и всем остальным. Наверное, пока большая война не придет в отдельно взятые страны. Только тогда они смогут понять, да, это же история циклична. Это уже было на европейском континенте и не только во время Второй мировой войны. В 1939-м тоже с Гитлером договаривались. Ему тоже отдавали слабые, незащищенные территории. И все думали, что ему будет хват, ему будет достаточно, и он остановится. А Гитлер сказал, нет, как только вы показываете слабость, как только вы идете на компромисс, я заберу все, а не то, что вы готовы мне отдать. Мы, украинцы, это понимаем, поэтому боремся. Спасибо огромное, Алена. И еще один телефонный звонок, с вашего позволения. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, это Дмитрий, я звоню из Монреаля. Пожалуйста, Дмитрий. Добрый день, Алена, доброе утро, Александр и Денис. У меня вот такой вопрос. Конечно, большое спасибо, что вы нашли время пообщаться с канадцами. Очень интересно. Значит, вопрос такой. Руслан Левиев, называющий себя военным экспертом, заявил, что ракета в Константиновке могла быть украинской. Это предположение было опровергнуто публично советником офиса президента Михаилом Подоляком. Значит, вчера Михаил Светов, называющий себя политиком, сказал, что, это цитата, «Руслан Левиев говорит правду, а Михаил Подоляк является украинским пропагандистом и постоянно врет». Конец цитаты. Вот по этим двум эпизодам могли бы вы дать свою оценку нужности и уместности, я бы сказал, таких высказываний в частности, ну и полезность работы, скажем, такого рода активистов, как средств массовой информации, у них миллионные подписчики. Вот лично у меня сложилось впечатление, что люди просто зарабатывают деньги на войне, так как сейчас мусловая нагрузка их выступлений, на мой взгляд, заключена в критике путинского режима. Который хуже, собственно, уже не станет, хуже просто некуда. Вот будьте добры, если вам несложно. Спасибо, 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 Дмитрий. Единственное, Ален, вот прежде чем вы начнете отвечать, я просто чуть-чуть буквально скорректирую. Вчера мы действительно общались с Михаилом Световым, но, честно скажу, я не слышал, чтобы он говорил о том, что Руслан Левиев сказал именно так, я имею в виду, что он с этим согласен. Он просто сказал, что если есть какая-то правда, то ее нужно говорить. Вот единственное, что он сказал. Но, может быть, Дмитрий это воспринял так, как будто бы Михаил Светов это подтвердил. Я прошу прощения. Позвольте, я другое сравнение вам предоставлю. Мы очень часто ориентируемся даже в своей работе, например, на военную аналитику западных экспертов. Почему? Потому что в Украине действует режим тишины. Мы не можем анализировать сегодня на сегодня, что происходит на украинских фронтах. Мы не можем выдавать какую-то тайну, потому что у России очень слаба разведка, спутниковая система. Они не обладают теми технологиями, которыми с нами поделились страны НАТО, Америка и так далее. Если хотите, они не слепые, но плохо зрячие. Поэтому они, собственно, не могут понимать достоверно, что происходит на наших территориях. С другой стороны, мы отслеживаем, что делают они. Но, тем не менее, из-за режима тишины мы очень часто, наш генштаб молчит, Минобороны молчит. Мы смотрим, что пишут на Западе. Есть прекрасный военный аналитик Юлиан Рёбке, который работает на немецкое издание Билд. Можем ли мы доверять немцам? Конечно, это же наши друзья и наши партнеры. Значит, он постоянно анализирует, что происходит на фронтах. И в первой неделе украинского наступления он начал писать о том, как уничтожена колонна на западной военной технике и о том, как дорогущая, абсолютно эксклюзивная система противовоздушной обороны IRIS-T немецкая уничтожена в хлам. Да, эти украинцы руки с одного места воевать не умеют. У Рёбки же большой опыт. В принципе, он знает, как нужно воевать. Это просто мы не умеем. Значит, на следующий день ему показывают. Вот смотри, вот установка IRIS-T, вот она работает, вот она цела. Так, на чем ты основывал свои убеждения? Ты же вкинул на большую немецкую аудиторию, что мы что-то там потеряли. В общем, да, он признался, что это все не так. Это я к чему? Действительно, мы же все это видели с историей с Константиновкой. Она не уникальна, потому что каждый раз, когда прилетела ракета в Днепре, в многоквартирный дом, десятки людей погибли, что сказали россияне? Хм, так это ж украинская противовоздушная оборона. Это ж не мы. У нас высокоточное оружие. Мы попадаем то в туалет на набережной Одессы, то в торговый центр, то в дом офицера. Так, скажите, у вас высокоточное оружие? Или оно летит куда угодно? Далее, согласно тому, как запускаются по нам ракеты, вот поверьте, я вообще и близко не военный эксперт, но я же тоже слушаю, тоже анализирую, но это полтора года достаточно повторяющихся событий. Значит, когда мы видим, когда россияне начинают нас обстреливать, у нас загорается вся наша карта красным светом, вот они заходят, не знаю, внимание, воздушная опасность в Виннице. Потом, значит, через какое-то время это Львов, после Львова это Киев, и потом оно попадает в Одессу. Та ракета, которая меняет свою траекторию, россияне пытаются обманывать нашу систему противовоздушной обороны, найти заход. Как эксперты, которых вы вспоминаете, могли установить, с какой стороны запускалась ракета, то есть если она летит прямо, то да, но нет, это планирующие ракеты, которые меняют ракурс своего действия. Поэтому Украина, в принципе, не должна оправдываться ни за какие действия. Мы защищаемся. На нашей стороне высокоточное оружие. Мы знаем, как им пользоваться. Мы показываем результаты. Тогда это будет вопрос к производителю. Вы тогда скажете, что западное оружие, немецкое, французское, британское, американское, оно такое же, как российское. Нет, мы видим совершенно другую реакцию. Я, честно говоря, не знаю, на какого политика сейчас делали отсылку, потому что я не слышала никогда его выступлений. Я только могу сказать, что военные вещи нужно оставить для военных. Они должны это комментировать. Не политики и уж точно не аналитики, которые находятся далеко-далеко за линией фронта. Они не обладают всей полнотой картины того, что на самом деле происходит. Абсолютно с вами согласен, Алена. Кстати говоря, Михаил, именно Михаил Светов именно так и сказал, потому что он не военный эксперт, поэтому он не берется судить о том, с какой стороны там прилетела эта ракета и так далее, и так далее. Я хотел бы спросить немножечко о другом, перейти на тему, может быть, того, что действительно, например, для России, я так понимаю, стало очень большой неожиданностью. Это арест Игоря Коломойского. То есть вот как сегодня в Киеве, как в Украине комментируют эту ситуацию. Все это связывают с коррупцией. Да, вот, скажем, опять-таки, туда же я могу вас спросить. Если я могу вас спросить, это смена министра обороны. Да, вот тоже говорят, что это именно с этим связано. И так далее, и так далее. Да, то есть сегодня вот российская пропаганда говорит, вы посмотрите, что творится в Украине. Сплошная коррупция. Сплошная коррупция. И даже во время войны люди пытаются... Вот сегодня буквально несколько статей, я так просматривал в Одессе, там, по-моему, тех, кто заведует военкоматами, там вроде бы тоже какие-то аресты идут, потому что там деньги, взятки от 7 до 10 тысяч долларов и так далее. Вот начиная с Игоря Коломойского, по-моему, пошли вот этот всплеск этих разговоров. Да, вы знаете, я всегда поражаюсь, как и все украинцы, почему россиянам имеет дело до, не знаю, украинских бизнесменов Коломойского, вот им это какую погоду делает. Это очень одиозный человек, к нему множество, естественно, претензий у правоохранительных органов. Это никак не связано с 22-м, с 23-м годом. Это то, что тянется, ну, как минимум с 12-го года, да, то есть это история того, что было, как этот человек строил свой бизнес, строил его нечестно, его пытались догонять каждый раз, совершенствуя и совершенствуя наше законодательство. У нас появились прекрасные антикоррупционные органы, которые, собственно, этим занимаются, и которые пытаются доказать его причастность к тому, как он обворовывал украинцев. На сегодняшний день к этой войне Коломойский не имеет никакого отношения. Да, это просто то, насколько, возможно, неповоротливо может быть судебная система, или насколько неповоротливо может быть политическая система, если тот или иной человек тебе симпатичен. Значит, россияне создали целые методички, мы о них прекрасно знаем. Звучат они следующим образом. Украина тотально коррумпированная страна, Украина торгует западным оружием, Украина имеет очень натянутые отношения с Западом, но и Запад устал от Украины. Я думаю, что вы прекрасно знаете, потому что мы читаем одну западную прессу, где сказано, например, что американцы, вплоть до того, что имеют трекинг номер, они устанавливают на всю технику, и они знают точно, куда танки, БМП, артиллерия, гаубицы, все это доставляется на фронт. Тут они могут это буквально смотреть чуть ли не в режиме реального времени. И на все эти рассказы, что мы торгуем западным оружием, ответили американцы, что не несите чушь, потому что все это исключительно для того, чтобы подорвать украинский авторитет. Вопрос коррупции всегда болезненный для нашей страны, но разница между нами и любой другой страной лишь в том, что на сегодняшний день на нас смотрят без преувеличения все глаза мира, все страны мира. Мы на сегодняшний день, к сожалению, чаще всего являемся либо первым, либо вторым, либо в тройке сюжетов новостных, либо на первой, либо на второй, либо на третьей странице, на любого издания. Ну и, конечно, за нами следят все. Поэтому коррупция, которая есть в любой стране мира, там мы можем говорить о скандинавских странах, мы просто скажем, что там самый низкий процент, но коррупция есть везде. И Украина в этом плане тоже, конечно же, не имея, к сожалению, не лишена этого недостатка. Мы с этим боремся. Для нас это действительно такая... Крестовый поход против этого уже не первый год. Да, и история со сменой министра, вы спросили. Это скорее история репутационных потерь, история неправильной коммуникации, когда нужно было выходить, объяснять, не злить общество, которое сейчас претерпевает невероятные испытания. Поэтому для спасения, в том числе, вот этого мостика между властью и обществом, было принято решение сменить одного менеджера на другого менеджера, что на сегодняшний день и произошло. Насколько я понимаю, все-таки судьба Алексея Резникова, это бывшего уже нашего министра обороны, она еще не решена. Вполне возможно, что он станет, по крайней мере так говорят, послом в одной из европейских стран. Изначально говорили про Лондон, а сейчас уже говорят про материковую Европу, про Польшу. Я думаю, что если бы к нему были непосредственные вопросы с коррупцией, если бы лично он разворовывал наш бюджет, то, конечно бы, он отправился не в Европу, а в СИЗО, собственно, повторив судьбу Коломойского. Спасибо, Алена. Я позволю себе неудобные вопросы, которые приходят, я знаю, что ты все равно на них ответишь. И ответишь достойно. Вопрос первый. Алена говорила о том, что погибают дети, если погибают люди, молодые солдаты. Донбасс хорошо знает, когда погибают дети. А спросите, а где вы были 8 лет? Злополученный вопрос, который задают всем сегодня. Задавали раньше, сейчас уже его стал не таким актуальным. Алена, где вы были 8 лет? И на Донбассе хорошо знают, что такое хоронить. Это прекрасный вопрос. Спасибо большое. Я уверена, что это какая-нибудь там Аня, Саша, Маша из Подмосковья нам писала. Значит, есть официальная статистика смертности, смертности вследствие обстрелов Донецкой и Луганской областей. То есть, вы должны понимать, что оккупированные части, это же не весь, не вся Донецкая и Луганской области, не весь Донбасс, определенная территория. Так вот, за последние два года, до того, как была нам, ну, не объявлена война, но начата полномасштабная война, там показатели, вот представь, мы же там 8 лет бомбили Донбасс, этот любимый нарратив. Значит, показатели смертности составляли там что-то 7-8 людей, ну, вот где-то так. Боже мой, что же это за нацисты в Киеве, которые вот так воюют? Притом, если вы посмотрите статистику потерь вооруженных сил Украины, то увидите, что, конечно же, у нас гибли солдаты, да, встречный огонь. Посмотрите на картины, как выглядит на сегодняшний день Донецк. Это несложно. Я не знаю, работают ли у них сейчас веб-камеры, но вы можете открыть фотографии за 19-е, за 20-е, за 21-е, за 22-й год. Не надо доверять мне. Доверяйте своим глазам. Перепроверяйте любую информацию. А потом сравните эти фотографии с Мариуполем. А потом сравните эти фотографии с Николаевым. Посмотрите на Херсон и посмотрите, так кто, кого и как обстреливать. Когда вы спрашиваете, где мы были 8 лет, мы были за столом, за столом переговоров. Мы были страшными дураками, но при этом нас уверяли, что дипломатия победит. У нас были Минские соглашения первые, вторые, у нас был нормандский формат. Я лично присутствовала в 19-м году в Париже, когда в очередной раз в первый и последний при присутствии на тот момент нашего новоизбранного президента Зеленского как раз встречались. Был Макрон, была на тот момент Ангела Меркель. И каждый говорил, подождите, подождите, давайте говорить, давайте договариваться. Нам рисовали карты дорожные. У нас не один президент, и президент Порошенко пытался сделать так, чтобы не стреляли. Президент Зеленский отводил войска, пытаясь сделать, чтобы не стреляли. Поэтому все восемь лет с помощью дипломати мы пытались возвращать нашу территорию. А при этом мы еще теряли своих людей с той и с этой стороны. Поэтому, если вы хотите знать, что происходит с Донецком, тем более с Луганском, с ним вообще отдельная история, посмотрите и перепроверьте. И вы снова и снова поймете, что российская пропаганда лжет каждый раз. Каждый раз, когда они открывают рот, они не говорят ни слова правды. Кстати говоря, Ален, вот на эту же тему сейчас говорит очень много, наверное, небезызвестная вам Татьяна Монтьян. Но я хотел об этом поговорить чуть-чуть попозже, но у нас есть телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте всем. Меня зовут Александр. Алена, у меня к вам вот такой вот вопрос. Вы же будете согласны, что сейчас война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве также. И вот я как слушатель, я вот слушаю вас, ваше выступление с Яковенко, с Жирном. Я верю вам, я верю тому, что говорит Яковенко очень умно, анализирует прекрасно, также и Жирно. И вот переключаясь, специально послушать Соловьева или Скобеева, это просто кошмар какой-то, какие-то параллельсы. Вот каким образом, вот с вашей точки зрения, каким образом достигается вот это преимущество в этой информационной борьбе с украинской стороны? Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, слушать их, я просто подумала, что я их тоже слушаю, но очень дозировано. Нужно помнить, что в чем большое преимущество Украины. Мы всегда, учитывая, что за нами следит весь мир, мы всегда вынуждены говорить правду. Нас, как и их, собственно, всегда очень легко словить на слове, вот он что-то сказал, а мы подхватили, он что-то заявил, мы подхватили. На сегодняшний день, я думаю, что это не секрет, существуют целые информационные войска в Украине, которые, конечно же, пытаются работать на российскую аудиторию. Существуют целые информационные, я бы сказала, даже армии, платформы, которые предлагают, например, потенциальным российским мобилизированным или тем, кто, не дай бог, собирается подписать контракт с российской армией, чтобы объяснить, как сдаться в плен, чтобы объяснить, как перейти на нашу сторону, чтобы объяснить, как, например, можно, как недавняя потрясающая история, это спецоперация Гура, которая, я уверена, это такой голливудский блокбастер, они долго, много месяцев прорабатывали, общались с российским летчиком, летчиком боевого вертолета, Ми-8, если я не ошибаюсь, они убедили его, они убедили его семью с вертолетом пересечь границу, естественно, вертолет переходит в пользование нашей армии, этот летчик получил полмиллиона долларов на старт будущей жизни, на момент, когда он пересекал российско-украинскую границу, его семья уже находилась в Украине, поэтому он с ней воссоединился, ну и дальше он может оказаться где угодно, его честь, его совесть, его руки, они не запятнаны, и он, в принципе, достаточно неплохо себе монетизировал свое будущее, вот, собственно, это один из каналов, мы пытаемся на них выходить, мы пытаемся конкурировать с российской пропагандой, она во многом обрезана, ее меньше сейчас, к счастью, в Ютьюбе, потому что, конечно же, там санкции, цензура, все это тоже накладывается, невозможно, чтобы этот яд бесконечно попадал, ну и в целом, если вы посмотрите, например, у российской пропаганды миллиарды они тратили на свои пропагандистские каналы по миру, да, это была и Америка, и Европа, африканские страны, и, значит, все воспринимали Россию как страну, ну такую, это не агрессор, это культура, это музыка, это наука, это спорт, значит, ничего страшного, что они начинают не первую войну, как только этот яд перестал попадать в кровь слушателей и зрителей, все прозрели, все посмотрели, что на самом деле это тиран, агрессор, и сознание начало очищаться, да, альтернативная информация, альтернативные источники, информация, другие каналы, другие спикеры, у нас есть свой русскоговорящий канал, который, например, транслируется в том числе на Европейский Союз, и это тоже с большим, огромным опозданием, но попыткой перебивать их пропаганду, мне кажется, что за эти полтора года мы многого достигли, мы не можем с ними равняться, с их бюджетами, с тем, как они это делают, они в этом абсолютные мастера, к сожалению, но тем не менее, мне кажется, что с помощью, в том числе и санкций наложенных, у нас это неплохо получается. Спасибо, спасибо огромное, Алена, я просто буквально на секундочку отвлекусь, у нас тут в чате один наш зритель очень просит, Михаил, есть у нас такой радиослушатель, позвоните, задать вам вопрос, потому как все вопросы неправильные, я хотел бы специально для нашего слушателя напомнить номер нашего телефона, 604-295-9616, если вы такой смелый, то позвоните сами, зачем вы ждете Михаила, где Михаил спрашивает он, звоните, с удовольствием вас послушаем, Ален, ненадолго возвращаясь к Татьяне Монтян и к тому же Владимиру Соловьеву. Только хочу спросить, кто это, я не знаю, кто такая Татьяна Монтян. Татьяна Монтян нас неоднократно, очень часто просит ее пригласить в наш эфир, потому что только Татьяна Монтян знает правду, это юрист, проживающий в Украине, очень долгое время критиковала все, что происходит, очень активно поддерживала начавшуюся войну в Украине на стороне России, естественно. Но вот в последнее время как-то все меньше и меньше этой поддержки, вот как раз почему я об этом заговорил, потому что вот эти пресловутые, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс, вот Татьяна Монтян тоже как-то в последнее время начала задумываться и сопоставлять о том, что было раньше и то, что происходит сейчас. Я понимаю, а Алена сдает кто это? Я думаю, конечно, конечно. И, собственно говоря, вот почему я спрашиваю о том, что она как раз и рассказала о том, что сравнивать это нельзя и Россия, как она заявила, просто-напросто сегодня обманывает жителей Донбасса. Причем сказала это буквально чуть ли не прямым текстом и, возвращаясь к Соловьеву замечательному, он просто взвился, он с пены у рта начал кричать в прямом эфире о рате, кто вообще позволяет предателям одного народа, он считает, что Татьяна Монтян предатель украинского народа, давать им российские паспорта. То есть он буквально вот, и вот я не знаю, как дозированно можно слушать Владимира Соловьева, но как только вот услышишь его, то есть это постоянный крик, это постоянный ор, то есть он такое ощущение, что он спокойно уже просто не может говорить, он все время орет. И вот Татьяна Монтян, для него сейчас это как белая тряпка для БК, то есть когда-то она была большим другом России, вот, то сегодня она превратилась в предателей, вот эти призывы о том, кто им давал паспорта, они звучат все чаще и чаще. Вот я хотел бы, чтобы Алена прокомментировала эту ситуацию со своей стороны, вот как теперь она воспринимает такую замечательную пропагандистку Татьяну Монтян. Я еще тогда внесу небольшой корректив, потому что я понимаю, что вам уследить за всеми перипетиями, потому что эта война, она складывается с многих элементов, да, очень тяжело. Значит, только поймите меня правильно, там, Монтян не живет в Украине, она находится в Донецке, и Донецк это Украина, но она не живет в Украине, потому что она была одним из тех, кто поддерживал русскую весну в 2014 году. Это монстр, монстр, который сотворил невероятное зло для нашей страны, да, то есть ее можно очень легко, там, через запятую, это Гиркин Стрелков, это остальные коллаборанты и предатели. Она выбрала не Украину, так как Приспособленко всем им казалось, что вот в 2014 году придет Российская Федерация, а она же большая, она же нефтяная, она же такая, как Канада, а еще как Норвегия, она же как США, и вот тогда вот эти реки, нефть, газа, диамантов, они поплывут по Донецку и по Луганску. Но россияне захватили эти территории благодаря такой, как Манчан, который приходил и говорил остальным, да давайте, ну что там мы эту Украину кормим всю жизнь, наконец-то мы должны превратиться в Монако. Пришли россияне, распилили один завод, распилили другой завод, захватили шахту, еще одну шахту, еще одну шахту, а мужиков, которые там оставались, а выехало больше, чем миллион людей или два миллиона людей из Донбасса, мужиков они стали забирать в армию, мужикам стали предлагать идти в армию, в эти бандформирования, становиться коллаборантами, подороже и так далее. То есть получилось, что Монако в Донецке не оказалось, все, что там было, все, что принадлежало украинским бизнесменам, частным предпринимателям, дорогие квартиры, очень дорогие машины, они отжали и вывезли в Россию, а зачем им Донецк, зачем им тратить деньги на вот это вот, оно же бесплатно им досталось, они же сами хотели, им не нужно, чтобы люди жили хорошо, им нужно, чтобы просто это был кусочек такой себе Российской Федерации. А потом начинается самое интересное, 22-й год, конечно же, луганские и донецкие корпуса, состоящие из россиян, из казаков каких-то там, начинают собирать донбасское войско, что же это, Украина на вас завтра нападет, давайте защищаться, и вот так поголовно начинают мужиков собирать, они гибнут, потому что они без подготовки, они без броников, без касок, зачем этих одевать, они не свои, они не россияне, это второй сорт, они не имели никаких прав в России, паспорта, которые ничего им не дают. Ну и мужики начали умирать массово, пачками, а потом их начали на улицах хватать, а потом начали студентов забирать, маленьких мальчиков, и Мунтян такая, ой, а что же это происходит? Россия же нам так много лет назад обещала, что у нас все будет хорошо, вместо этого у нас пустые полки, пустые улицы, одни сплошные угрозы, кадыровцы, которые там между собой деребанят территории, вот и все, так так и хочется ей сказать, жри, детка, ты ж хотела это, ты ж звала сюда Путина, он вел войска, он тебя спас, и это касается абсолютно всех тех территорий, где россияне, как саранча, появляются, не живет больше ничего, трава не растет, пока есть они, но вот Мунтян и сегодня сама лично об этом и дает свидетельство, только прощения, и конечно не будет никакого. Ну да, мне это, конечно, говорит, наверное, о моей, так сказать, недальновидности, но я скажу откровенно, Алена, я это имя вообще услышала впервые сейчас. И прекрасно. Ну да, если у нас нет звонков, у меня есть звонок. У нас не звонок как раз, да, я очень надеюсь, что это может быть как раз Михаил откликнулся на просьбу задать Алену каверзный вопрос. Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Это не Михаил, но вопрос может не столько каверзный, сколько мне бы хотелось. Ну, я понимаю, вот украинцев, их обиду на Путина и все остальное. Давайте тезисно. Во-первых, происходит взаимоуничтожение русского и украинского народа, независимо от того, кто там у власти находится. Кто в этом будет слипки снимать, я не знаю, но это понятно, если вы хотите на это объективно смотреть. Субъективно, я вас понимаю, на сто процентов, потому что Россия Украину обидела фактически. Следующий момент. Самый объективный тренинатор всего происходящего с моей точки зрения это Чаплыга, потому что он анализирует все по фактам. Кто? Давайте все-таки с вопроса. Вопрос у меня такой. Во-первых, Аваков пропал со сцены. Интересно, что сейчас с ним. Второй вопрос по поводу мобилизации частично годных украинцев. И третий вопрос по поводу речи Зеленского, что украинцы будут бунтовать на территории Европы, если Европа не будет им помогать в достаточной мере. И это с точки зрения российских пропагандистов есть своя окраска. Мне бы хотелось услышать вашу интерпретацию этих целей. Спасибо. 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 Вот такие у нас бывают, Алена, вопросы. Хорошо. Значит, я, знаете, со слов Путин обидел Украину... Вот это я тоже, мне это тоже резонуло очень. Все опустилось. Хорошо. Опустим эту тему. Наверное, это очень субъективно, как на это смотреть. Но если человек доверяет Чаплыге, то это многое объясняет. Да, он говорит, что ему интересно, где Аваков, и мне неинтересно. Ну, о чем мы говорим, это министр внутренних дел, который не занимает эту должность, наверное, с 20-го года. Да, то есть последний раз мы знаем, что он был в Харькове, его дом разбит, ну, чем-то занимается, как и миллионы других украинцев. То есть у нас там мы не обязаны следить за бывшими министрами. У нас их десятки и десятка. Честно говоря, я вообще не знаю об этом заявлении Зеленского. Поверьте, мы очень скрупулезно отслеживаем все, что он говорит, и это бы стало большим скандалом, это бы точно стало достоянием общественности, это бы, наверное, подхватила оппозиция, если бы кто-то сказал про бунт украинцев в Европе, что им отменят какую-то помощь. Значит, во-первых, нужно сказать, что каждая страна в Европе, она по-своему отличается. Чем и как помогают? Многие страны этого не делают. То есть если немцы помогают, они труда устраивают, предоставляют жилье и выплачивают деньги на содержание, то во Франции этого нет. У поляков своя история, чехи говорят, что будут сокращать. То есть это настолько индивидуальная история отдельно взятой страны, что это в принципе невозможно никак подвести этот итог. И мне кажется, что тут я даже не знаю, что сказать. Украинцы понимают, что нужно и работать, и зарабатывать, и тоже себя содержать. Я хочу сказать, что, пускай меня правильно ваш слушатель поймет, Чаплыга тоже тот, не знаю, персонаж, который не находится в Украине, насколько я знаю. Это эксперт медведчуковских каналов. Я напомню, что Медведчук это кум Путина. Я напомню, что он находится сейчас в России. Это человек, который способствовал началу полномасштабного вторжения. Ну и когда вы цитируете человека, который у него получал деньги и на него работал, на сегодняшний день он не говорит ничего хорошего про Украину, он исключительно нас критикует, собственно, он вернулся к своим первоисточнику. Я не вправе никому советовать, что смотреть и что слушать, но я всегда повторяю для своих зрителей одну и ту же фразу. Смотрите все, слушайте все. Да, вот так у вас должно быть. 360. Вы послушали здесь, хотите слушать врагов или вам очень нравится какой-то спикер, хотя он пророссийский. Слушайте, но дайте возможность сказать другим. Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Не живите мнением Чаплыги, живите своим собственным. Вы его себе сформировали, вы нас убирали базу аргументов, фактов, и тогда вы можете говорить, я считаю, потому что я проанализировал. Я слушаю тоже всех, и украинских, и западных, и российских. Да, это очень важно, анализировать и понимать, кто чем нас обстреливает. Ну, а в остальном, мне кажется, что нам с вами надо встречаться намного чаще, потому что есть какие-то темные места, которые еще не проговорили. Есть, есть, есть. У нас здесь, кстати говоря, не только большая украинская комьюнити, но у нас также есть еще и сторонники на другой стороне. Поэтому вот у нас сейчас, например, два телефонных звонка, но я знаю, что у нас время достаточно ограничено, поэтому, Ален, если не будете возражать, вот как-то вот так постараемся покороче, если... Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте еще раз, Алена, это Александр. Алена, вот я как любитель ваших программ просто хочу спросить, задать вопрос о ваших планах. Вот не думаете ли вы приглашать в свои программы людей таких профессий, как врач, психолог, психиатр, для того, чтобы они могли рассказать, как людям во время войны сохранить свое психическое здоровье, психологическое, чтобы украинская нация осталась здоровой, выйдя из этой вот тяжелой войны. Спасибо. Спасибо, спасибо, Александр. Круто, круто, это очень важный вопрос, только вы должны понимать, что YouTube это моя вечерняя работа, у меня есть основная работа на украинском канале прямой, где 3 часа с утра, вот как раз по киевскому времени, так, Канада еще в это время глубоко, глубоко и прекрасно спит, мы общаемся как раз с врачами, с психологами, с военными психологами, для того, чтобы все эти вопросы прорабатывать. Не все и не всегда мы можем дублировать и повторять в YouTube, в YouTube есть свои правила, поэтому это важный вопрос, мы его закрываем. Нам тоже нужен психолог, как вы видите здесь, Алена. Да, да, всем нужен. Да, и давайте последний, да, телефонный звонок мы на сегодня возьмем. Доброе утро, Филис, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, доброе утро, здравствуйте. Да, доброе утро, меня зовут Владислав. Пожалуйста. День добрый, Алена. Меня зовут Владислав, я живу вообще в Торонто, но я уроженец города Таганрог, в Ростовской области. И вот я хотел бы вам задать вопрос, ведется ли какая-то информация, дается ли информация на прилежащие границам территории, потому что мои бывшие родственники, я их так могу назвать, они перестали общаться со мной, потому что я поддерживаю Украину. И то есть я как бы я порезал свой паспорт, у меня был в YouTube такой один даже, даже, по-моему, может вы видели это видео. То есть и мои одноклассники, родственники написали на меня, сделали заявление в Следственный комитет, и то есть разговаривать с ними бесполезно, совершенно. То есть у них нет информации той, которая настоящая информация о том, что происходит на фронте. А они только то есть полностью вот Соловьев, там Скобеева и все остальные, они промывают мозги. Сделайте вы что-то, вот можете вы что-то сделать, какую-то, я не знаю, там подполье какое-то, чтобы они получили хоть какую-то правдивую информацию, хоть чуть-чуть. Спасибо, спасибо вам за ваш звонок, спасибо. Подполье, Ален, да, вот. Да, слушайте, ну когда вы говорите про Таганрог, Ростовская область, это же то, что граничит с Украиной, эхо войны они чувствуют и слышат прямо отлично. В Ростовской области находится центральный штаб Южного, кажется, командования, в Ростовской области находился Евгений Пригожин со своими ЧВКшниками. Ну слушайте, что же мы транспаранты в небе должны разместить? Они прям знают, они точно знают, это невозможно не знать, что у нас война. Более того, сейчас, я думаю, что вы знаете, что время от времени что-то прилетает на территорию Российской Федерации, прилетают беспилотники, различные дроны, у них, ну, горит, в общем, все в разных регионах, Шибейкино, Белгородской области, да, то есть, конечно, мы это говорим по-своему, то, с чего мы начали с вами с Севастополя, эхо войны или бумеранг судьбы, к ним, конечно же, доносится, мне кажется, что этот в том числе, да, очень часто вскрывается их радио, там по радио идут обращения. Владимир Зеленский неоднократно с начала полномасштабного вторжения записывал свои обращения на русском языке к россиянам. Я никогда в жизни не поверю, что, не знаю, там, миллионов десять его не слышали, плюс вы знаете, что как раз у нас, ну, достаточно неплохое число зрителей из России, поэтому они все знают. Тут другой вопрос, и он абсолютно риторический, хотят они знать или нет? Я напомню, что немцы прекрасно понимали, что недалеко от них находится концлагеря, они точно знали, что там делались с людьми, это невозможно было не знать. Специфический запах и различные другие факторы указывали на то, что там сжигают людей. Хотели это немцы знать? Хотели в этом разбираться? Нет. Зачем? Это их не касается, поэтому все россияне это поймут ровно тогда, когда они начнут полноценно переживать то, что переживают украинцы. Только это. Ни одна брошюра это не заменит. Алена, ничего не успела, но вот один вопрос, который висит в самом начале, я быстро, если можно. Интересно, что скажет Алена Крубанова, ведь вряд ли у нее найдутся аргументы. Зеленский обещал, когда за него голосовала Украина, что он приведет Украину к миру, а привел ее к войне. Вот что ответит Алена Крубанова на этот вопрос? Все очень просто. Во-первых, первая каденция президента Зеленского не закончена, во-вторых, судя по всему, президент Зеленский пойдет на вторую каденцию, соответственно, у него шесть лет впереди, я не знаю, как будет оно, но тем не менее. Да и в конце концов, не президент Зеленский начинал эту войну. Мы не знаем, где, когда, чем она закончится, но она не завершится точно поражением Украины. Планы военного преступника Путина точно не будут реализованы, ну а в остальном, мне кажется, что все идет согласно тем обещаниям, которые давал президент Зеленский. Мы освобождаем свои территории метр за метром, мы вернем обязательно Донецк и Луганск, мы вернем обязательно Крым и все остальные оккупированные территории. Тут только вопрос в том, что немножечко, совсем чуть-чуть, нам бы хотелось, чтобы наши прекрасные, любимые западные партнеры насыпали нам оружие. Мы знаем, что плечо к плечу они с нами на фронте не станут, но Атакамсы, F-16, Таурус, Леопарды, Гриппены, все то, что нам очень надо, это то, что нам поможет как раз воплотить обещания Зеленского в реальность. Алена, я знаю, что мы должны у тебя уже в 19 часов по Киеву в следующий стрим, я не успела задать тебе много вопросов, и ты сказала сегодня, а я тебя поймала за язык, что надо нам встречаться чаще. Я напросилась, сознательно. У нас очень большая аудитория, но на самом деле вот и Торонто сегодня звонили, и Мандриаль, и я имею в виду, нас смотрят по всей Канаде, я имею в виду с видеострима, и фамрадио, которое мы обещаем каждое утро, а прайм тайм у нас с 8 до 10 утра, когда все в машинах, а только в Ванкувере 200 тысяч русскоязычных. То есть ты нам очень как нужна. Я хочу вот что спросить тебя. Если бы мы предложили тебе формат не только вот такой, конечно, тоже, но и дебатов, предположим, если бы мы пригласили тебя и кого-то известного, который говорит, война это плохо, но ты бы согласилась прийти на такие дебаты или нет? Я скажу да, но. Очень важно, о ком идет речь. Безусловно, мы это обсудим. Да, да. Вот это, наверное, одна из историй, потому что есть люди, которые должны говорить только в одном месте, и это не радиостанция Канады, это ГАГа. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы предоставлять слово тем людям, которые находятся на территории Российской Федерации, нет. Ну, я, безусловно, понимаю, что это не Соловьев, я имела в виду вообще как бы, как бы, как бы, и мне тут писали, что я не задаю тебе неудобных вопросов, например, героизация нацистов, такие как Шухевич и так далее, в Украине, что я не спросила по поводу того, что почему Украина голосовала против Израиля в организации объединенных наций, я просто не успела, я собиралась, не успела. Давайте только будем не забывать, что журналист не может нести ответственность за посла или за дипломатов, да, это отдельная история, но это тоже важно. Да, и прежде чем задавать вопросы про Шухевича и про Бандеру, гиреализация, она должна быть массовая, да, как правило, оцепляются за эти две фамилии. Почитайте об этих людях, посмотрите, только не читайте российскую пропаганду, посмотрите, а потом для себя ответьте, остались ли у вас еще вопросы к тому, что это за персонажи и что они сделали. Если да, я с удовольствием отвечу. Редактор субтитров А.Семкин